Добрый вечер! Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день Казахстан по всем объективным меркам сделал очень большие шаги в медицине, в частности в ее такой достаточно сложной, но перспективной сфере, как трансплантология. Сотни успешно проведенных операций по пересадке органов позволяют рассматривать Казахстан даже как объект медицинского туризма, но это тема другого разговора. Сегодня мы говорим о перспективах и проблемах трансплантологии. И в студию нашей программы я пригласил врача-трансплантолога Национального научного медицинского центра Марлена. До скорей добро пожаловать в нашу студию, Марлен Акмурзаевич. В первую очередь давайте поговорим о состоянии вообще отечественной трансплантологии. Вот на ваш взгляд, сколько сегодня сделано операций, сколько из них успешно? Ведь именно успешными операциями сегодня ценится, насколько я понимаю. Я думаю, конечно, это очень хороший вопрос. На сегодняшний день я считаю, что трансплантология в Казахстане благодаря политике нашего государства развивается очень динамично. И чувствуется поддержка огромная со стороны нашего правительства. И на сегодняшний день уже, если, когда мы начинали трансплантацию сердца, делали в течение года одну, следующий год у нас было семь, то уже в течение последних трех месяцев трансплантацию сердца провели уже пятерым больным. То есть идет... То есть мы говорим только о сердце, да? Только сейчас говорим о сердце. Ну, то есть одновременно и забираются другие органы. А скажите, пожалуйста, какие органы сегодня можно вообще трансплантировать и какие нельзя? На сегодняшний день у нас в Казахстане сейчас очень развивается эта трансплантация почки. То есть можно говорить, что успешно сегодня проводят? Сегодня, я думаю, что каждый центр уже довольно успешно проводит. И результаты равны к мировым показателям. То есть 95% выживаемости пациентов после операции. Что мы сейчас уже проводим политику и в некоторых регионах уже самостоятельно проводят данные операции. То есть в областных центрах? Не надо ехать в Астану, в Алматы? Да. То есть такие, как Ак-Тюбе, Шимкент и некоторые городские больницы у себя. То есть в больших городах. То есть Алматы, Астанат. Что касается трансплантации печени, сейчас это также является одним из бурных ветвей, который развивается. И уже начиная с конца прошлого года, если мы начинали данные операции с коллегами из-за рубежа, такие как Япония, Южная Корея, Индия, то сегодня уже мы самостоятельно с прошлого года начали проводить данные операции. Почка, печень и все, да? Ну и сердце. То есть, как вы знаете, это я думаю, что... Ну это уже трупное донорство, конечно. Ну это уже, естественно, да. А вот другие органы, например? Из других органов сейчас в перспективе у нас в плане развития трансплантации поджелудочной железы, то есть поджелудочной железы в комплексе с почкой. Так как многие пациенты с сахарным диабетом, к сожалению, приводят именно к терминальной стадии заболевания почек. И второе – это комплекс сердце лёгкое. На сегодняшний день нуждающихся пациентов зарегистрировано не так много, но я думаю, что... Именно в трансплантации лёгкого? В трансплантации лёгкого, да. Но это возможно сделать? В смысле, делается оно в Казахстане? В Казахстане пока нет. Сейчас идет обучение специалистов, идет к тому, что мы в ближайшем будущем, я думаю, что... Но вот поджелудочная железа, насколько я понимаю, что это же очень сложный орган по сравнению с тем же. Конечно, все органы важны по сравнению с трансплантацией печени и почек и так. Ну и в мировой практике, на самом деле, это самый сложный орган в плане послеоперационного ведения. То есть количество отторжений на сегодняшний день пока в большом количестве, поэтому... Это вы говорите про мировую практику, да? Я говорю про мировую практику. Поэтому мы сейчас очень так планомерно подходим, смотрим центры, которые все-таки добились успехов именно в приживании этого органа. То есть после ведения этих пациентов, после трансплантации. То есть это тоже важный этап, да, самое главное? То есть нисколько важно пересадить это? Конечно, сама техника тоже требует огромных, так скажем, мастерства хирурга. И поэтому я думаю, что принцип освоить технику нашим хирургам на сегодняшний день, я думаю, что не составит труда в сравнении с тем, чтобы вести больного после трансплантации. То есть техническое оснащение, все это как бы сегодня есть с этим проблемами, да? Именно, главное, после операционной терапии. Да, именно это касается подживудочной жилисти. Давайте поговорим о трупном донорстве, да, насколько у нас оно сегодня развито. Да, на самом деле это проблема не только у нас в Казахстане, но и в мире имеется в виду именно азиатских стран. В частности, вот Япония, к примеру, это вот страна вроде бы имеет высоких технологий с огромным населением, 127 миллионов, и которое может себе позволить, так скажем, уменьшить количество листа ожиданий. Но, к сожалению, есть религиозные соображения, и это развитие у них идет планомерно. То есть пока еще вот такого бурного, как вот в Южной Корее. Но здесь вот в трупной трансплантации, как нам говорил профессор в одной из лекций из Южной Кореи, здесь сыграло роль именно участие авторитетных лиц. То есть в одном из, в одном случае, боксер, известный боксер, он попадает в аварию, и он завещает органы. То есть вся страна как бы болела за этого боксера, и тут она узнает, что он отдал органы. После этого, так как они католики в большинстве своем, один из ведущих, то есть у них, значит, религиозных, значит, у них тоже после смерти, он, я имею в виду, ведущий в том плане, что он очень известная личность у них в Южной Корее, он также завещал органы после своей смерти. После этого они нам, как сказали, что в течение года они уже получили около ста трансплантаций, то есть в течение года буквально. То есть люди пошли за этими авторитетами. Как у нас, как у нас проводят вообще с этим обстоятельством? Да, вот я только что сказал о том, что... То есть у вас самого был опыт, скажем, проведения операции от трупного... Да, ну сейчас я уже сказал, что динамично развивается, еще раз повторюсь, потому что если первый год, когда мы только начинали, когда мы заговорили о трупной трансплантации, мы провели всего лишь одну-две, то есть именно забор органов провели. На следующий, то есть тот же 14-й год мы проводим всего семь за год заборов органов, то в этом году, буквально за три месяца, если взять январь, февраль, март, мы уже провели забор пятерами. Здесь самый главный вопрос в чем? О согласии родственников? Здесь идет, да, идет вопрос о согласии родственников. К сожалению, это вот тот этап, где мы сейчас должны проводить именно ту политику. А как церковь относится вот к этому? Я имею в виду религиозность? Ну, были у нас собрания в 11-м году, в 13-м году, то есть практически ежегодно проводятся на эту тему у нас. Именно с духовенством, да? Именно с духовенством, именно собираются с министерством, то есть медики со своей стороны, духовенство со своей стороны. И когда мы разговариваем, у нас попадает огромное количество пациентов, проходит через нас, есть у них и духовные, есть и мусульмане. И когда мы говорим, как они на это смотрят, практически все говорят, что они с этим согласны, что да, нужно дарить жизнь после своей смерти. Если есть возможность, да? Да, и в той же Библии, в том же Куране нет пункта о том, что это запрещено. Но на практике, к сожалению, у нас есть координационная служба по трансплантации, есть координаторы, то есть мы не занимаемся, мы не собираем информацию. Понятно. Есть отдельная служба, которая этим занимается. Ваше дело, да, провести операцию, как бы взять сердце. Да, но совместно в собраниях координатор нам сообщает о том, что вот если в сравнительном порядке все-таки отказы превалируют. Конечно. Это не готовность общества или на новашке? Я думаю, что, ну, во-первых, даже то, что мы сегодня с вами собрались, это одно из, я думаю, вашей, благодаря именно вашей заслуги, так что информация доходит до нашей. А вот вопрос, да, такой, можно сказать, такой, больше интимного характера, да, наверное. Вот вы как доктор, да, вы бы, вот если бы у нас сейчас законодательно было, если каждый человек дает, вот как, скажем, в Соединенных Штатах, во многих других, если бы сказали в своих водительских правах расписаться о том, что в случае аварии там, ну, все, всякое бывает, да, в жизни, все мы смертные. Вы бы написали, что согласны на трансплантацию? Я бы, конечно, написал. То есть, видя тех пациентов, которые страдают, они все проходят через нас. Это слезы, это, на самом деле, психологически очень сложно ввести таких больных для наших врачей, потому что мы не знаем, будет ли у них будущее или нет. Но вы бы дали, да, согласен? Да, после того, как видишь, после того, как проводишь операцию и видишь, как они восстанавливаются на второй день. То есть, видно, что что-то человека спас, да, сегодня? Да, конечно же. Я сегодня готов к тому, что после моей смерти мои органы должны спасти жизнь другим тем, кто нуждается в этом. А вот такой технический вопрос. После смерти человека, да, сколько еще, возможно, живых органов, то есть, в течение какого времени их необходимо изъять для того, чтобы, скажем, пересадить их уже к человеку? Ну, самый короткий срок у нас дается для сердца. Так. Четыре часа. Четыре часа. То есть, четыре часа оно еще работает, да, у человека? Ну, сейчас, опять же, поддержка государства, поддержка правительства. У нас есть возможность. Наш национальный кардиохирургический центр приобрел аппарат, называется Трансмедикус, где, вы, наверное, уже виделись, встречались, где в этом аппарате остается работающее сердце. То есть, нам как бы продлевает время. Учитывая, что наша территория очень огромная, периодически нам приходят ездить в Уральск, в Охтюбе, четыре часа нам недостаточно для того, чтобы изъять, привезти и завести. А почки, печень? Почки в этом плане неприхотливы, до 24 часов. Ну, по мировой практике 12 часов желательно в этот период провести пересадить. Процент? Для печени 12 часов, ну, желательно 6 часов. Процент отторжения, каков он вообще высокий? И какие факторы бывают для отторжения? Факторы. Мы сейчас стараемся максимально, вот благодаря координационному центру, у которого есть база данных, благодаря центру крови, который проводит нам совместимость, мы стараемся максимально риски снизить за счет совместимости. И к нашему счастью, если взять в целом все центры Казахстана по трансплантации органов, то есть те же почки, печень, то 90-95% обживаемости. Это равносильно к мировой практике. А вот еще вопрос такой, да? Обязательно ли, скажем, есть, существует ли возрастной ценз для донора, скажем, для трупового? Возрастной? Или же можно, скажем, у 80-летнего пожилого человека взять сердце и пересадить, скажем, у 18-летнего? Конечно же, в наших условиях для расширения, как говорится, донорства мы бы взяли у 80-летнего, но наш лимит 55 лет. И все-таки мы стараемся максимально проверить функции этих органов, если эти все-таки функции органов сохранены. То есть, если взять, скажем, чисто гипотетически, у 88-летнего, скажем, пожилого человека и пересадить 18-летнему, есть ли какой-то вообще срок годности сердца вообще? Сколько он работает? Конечно, есть. То есть, можно так условно выразить, что у каждого органа есть свой срок годности. И, допустим, максимум, по моему мнению, 70 лет мы еще можем в Сибири, чтобы еще в ближайшие 10 лет мы могли продлить жизнь до 80 лет. Но 80 лет, мне кажется, все-таки процесс идет уже обратно. То есть, ценз относительно того, что все-таки есть возрастное ограничение, 55 лет? У нас 55 лет для доноров это вот идет как бы основной. Но это не только у нас в практике, мы также взяли это все с мировой практики. То есть, 55 лет это максимально. То есть, мы снижаем риск отторжения после операции. То есть, мы снижаем и улучшаем выживаемость пациентов после операции. Скажите, доктор, а вообще много людей, которые сегодня ждут операции по пересадки? На сегодняшний день при тех зарегистрированных лиц у нас, допустим, почек около 2000. 1800 это было 2000. 2000 человек на страну, да? На страну. Это те, кто зарегистрированы. А есть еще не зарегистрированы. Если взять плотность населения, исчислять, то по данным наших коллег около 4000. То есть, в два раза больше. То есть, они сейчас проходят регистрацию, они сейчас только отрегистрированы. То есть, сейчас вот, опять же, центр координации по трансплантации, они централизуют всю информацию. То есть, я думаю, что в ближайшем будущем мы уже увидим более реальный факт. Скажите, а вообще дорого стоит эта операция по пересадке органов? В нашей стране... Я уже говорю от живого человека к живому. То есть, спасая, скажем, родственника, дают ему свою почку. Ну, ближе для меня, да. Вот если взять Японию, то трансплантация печени от живого донора, там выходит где-то в 100-150 тысяч долларов. То есть, конечно же... Ну, у государства есть квота сегодня в Казахстане. В Казахстане есть квоты, вы имеете влечение за рубежом, да? Нет, а здесь, здесь, скажем, на трансплантацию. Пришел родственник и хочет отдать родственнику. На сегодняшний день, вот на последних наших собраниях с Министерством здравоохранения, практически для всех, вот, где находят на листе ожидания, не практическая, а для всех имеются квоты. То есть, у нас эта операция проводится бесплатно для пациента. Как сама операция, так и после операционного ведения. Мы знаем, да, что после операции сами эти препараты дорого стоят. Особенно первый год после операции. Далее эти препараты уменьшаются в дозировке, поэтому их так достойно. Большое спасибо вам, Марлина Курзач, за столь интересную беседу. Я думаю, ну, на самом деле она была очень интересной и познавательной. И дай вам Бог удачи в вашем благородном и очень благодарном, я считаю, деле. Я хотел бы напомнить о том, что сегодня в гостях нашей программы был врач-трансплантолог ООН Национального научного медицинского центра «Марлен». До скалин. Редактор субтитров А.Семкин